Эта история началась за полярным кругом. Птицу с окровавленным крылом нашли на одной из улиц в Мурманске. Местные зооволонтеры сразу поняли, перед ними краснокнижная разновидность сокола, кречет. По закону задержать такие виды дома нельзя, но одна из девушек, ветеринар по образованию, забрала птицу к себе, чтобы оказать первую помощь. Она зашила раны и извлекла две свинцовые дробины. Вона, покажись. То ты стесняешься, то нет. Давай вылезай, покажись. Птице предстоит перелет на Алтай, но не самостоятельный. На самолете ее доставит ветеринар. В Центре содержания и разведения реабилитации редких хищных птиц тайгун чужеземную невестку ждут не только все условия для комфортной жизни, но и жених, кречет алтайский. Директор Центра рассказывает, что историю о раненой самке кречета случайно узнал из соцсетей и написал девушке-ветеринару. Данная доктор со мной консультировалась, вместе принимали какие-то решения. И она сказала, говорит, я готова ее отправить вам, потому что у меня нет условий содержания. С разрешения Росприроднадзора птица прилетит в Барнаул уже в апреле. Сначала здесь проведут операцию. Извлекут еще одну глубоко засевшую дробину. Затем невестку ждет знакомство с женихом. Самка кречета примет участие в программе реинтродукции, в ходе которой ее потомство вновь отправится на волю. А вот заполярная красавица уже никогда не сможет бороздить воздух. Эта птица, к сожалению, не выпускная, потому что у нее травма крыла, серьезная травма крыла. Пришлось удалить некротизированную мышцу одну. В условиях питомника в вольере птица жить сможет. В природе, к сожалению, нет. В центре тайгун есть балобаны, кречеты и сапсаны. Все они представители соколиных. Еще тут можно увидеть орлов. Сюда пернатые попадают ранеными или после задержания контрабанды. Сначала их ждет карантинник для реабилитации. Затем птицы попадают в маточный комплекс и дают потомство. Со временем молодое поколение отпускает на волю. В день наступает взрослая самостоятельная жизнь. Анна Рашегирова, Александр Антропов. День с толком.